Здравствуйте! Вы на канале Куда поедем, а мы в Абхазии. Сейчас большая часть границ закрыта, но мы нашли одну, которая не на замке. Едем в Абхазию. Чтобы оказаться в Абхазии, нам нужно преодолеть около 1700 километров. Мы делали две остановки на ночевку. Одну в Каменшахтском, вторую в Лазаревском. Но и не смогли проехать мимо летнего парка Краснодар. Около него, кстати, большая парковка, где можно оставить автомобиль. Хорошо, когда знаешь, где можно погулять в Краснодаре. По натоптанным тропинкам, по исхоженным местам мы снова в парке Галецкого. Но теперь уже в июне. Жарища. Но есть места, где можно освежиться. Реклама. Продолжение следует... Летом парк утопает в зелени. На месте искусственной лаванды теперь растет настоящее. А вот рыбки лучше выглядели в феврале, вода была почище. Далее мы навестили Делоникс Королевский, у него уже появились листочки. Вот так он будет выглядеть в полном расцвете сил. Лилии на летний период убрали, теперь тут купаются дети, хотя купаться запрещено. Грозный голос из динамика гоняет посетителей, которые решили окунуться в фонтане в такую жару. А вот по этой ссылочке можно посмотреть, как мы здесь отдыхали в феврале. Еще в парке есть арт-объект «Искусственная среда». Это многофигурный барельеф из пластиковой сетки, специально созданный для парка. В прошлый раз мы сюда не дошли. Самый шикарный в парке – это фонтан «Инфинити». Зимой он, конечно же, не работал, и именно из-за него я хотела оказаться в парке «Краснодар летом». Это конструкция в виде чаши, из которой переливается вода. За строемой воды есть зона отдыха, но там постоянно все занято. Почему-то холодный февральский парк «Галецком» нам понравился больше, чем такой многолюдный, жаркий летний. Наверное, правильно мы как решили, что первые впечатления – они самые яркие, и они остаются навсегда. Часовая прогулка наша подходит к концу. Мы отправляемся на новое место, где сегодня будем уже ночевать. А ночевать мы будем в Лазаревском, в гостевом доме-бульвар, прямо на берегу моря. Отдохнув, искупавшись в утреннем холодном море, отправляемся на границу с Абхазией. На границе пассажиры выходит из машины и занимают одну очередь, а водители с машины – другую. В ту сторону мы с мамой стояли 1 час 20 минут, Саше – 50 минут. Обратно за час 40 и час соответственно. Все, я в Абхазии. Жду своих пассажиров и едем в Гагры. Жили мы в Гаграх, квартире на улице Абхазка. Как видно на видео, некоторые квартиры в этом доме вообще без окон. Чтобы была вода, нужно было утром накачать вот такую бочку. Сама квартира большая, но мебель старая и скрипучая. Зато вид из окна, а до моря каких-то 10 минут. После заселения мы, конечно же, отправились на море. По дороге встретилось много цветущих деревьев и пальм. Шикарная в Абхазии природа. Пляж в Гаграх галечный. Море было чистое, но прохладное. Главная достопримечательность новых Гагр – это новая колоннада, открытая в 2019 году. В центре композиции расположена морская ракушка с жемчужиной. Одно из популярных мест для фотографирования. А вот колесо обозрения на набережной пока не работает. На набережной много кафе, где можно отведать национальную кухню. Мы заказали хашламу – бульон с мясом и овощами, солянку по-абхазски, копченое свиное мясо и самый популярный напиток Абхазии – мандариновый сок. Какой же он вкусный! Недалеко от колеса обозрения находится парк славы, где установлен памятник погибшим воинам и памятник первому президенту Абхазии Владиславу Григорьевичу Арзенба. А теперь перенесемся в старые Гагры, где сосредоточены основные достопримечательности. Самая главная достопримечательность – это Гагрская колоннада. Ее начали строить после Великой Отечественной войны. Количество колонн соответствует двум последним цифрам года окончания войны, то есть их 45. Колоннада возведена в мавританском стиле и поражает своей роскошью и изысканностью. За колоннадой находится хороший обустроенный пляж. Курорт Гагры был основан в 1903 году Александром Петровичем Альденбургским, а вон вверху его замок. Замок считается одним из красивейших в Абхазии, но на данный момент он в разрушенном состоянии. Самый известный, популярный и дорогой ресторан в Гаграх – Гагрипш. Признаться, да, мы хотели сюда сходить сегодня позавтракать, но не срослось, не получилось. Проезжай мимо, показываю вам только вид снаружи. Деревянное здание с часами было привезено в разобранном виде из Скандинавии в 1902 году. Его Александр Альденбургский купил на всемирной выставке в Париже. Напротив ресторана простирается Приморский парк, на территории которого растет более 400 видов деревьев и растений со всего мира. Напротив ресторана Гагрипш, самого популярного, самого известного, как я выше сказал, пляж, вот он красавец, с камнями, сорняками и мусором. В парке можно найти мозаичный лабиринт 70-х годов 20 века, автором которого является Зураб Церетели, на тот момент молодой скульптор. В Гаграх есть крепость Аббата, которая была построена в 5-6 веке для защиты подступов к городу. Сохранился храм святого Ипатия. В Гаграх есть смотровая площадка, на горе Мамзышка и не одна. Первая на высоте 300 метров над уровнем моря, вторая 975 метров. Со второй помимо Гагр можно увидеть и Пицунду. Мы посетили только первую. Здесь Гагра как на ладони, даже виден дом, в котором мы жили. Для туристов есть развлечение в виде качелей над пропастью и фото на лошади на фоне Гагр. Советуем посетить Гагрскую колоннаду вечером, ведь именно в это время включается подсветка. Видели фотографии цветной подсветки, но мы попали только на такую. На наш взгляд, не менее впечатляющие. В Абхазии находятся несколько дач руководителей нашей страны. На озере Рица и в Новом Афоне – дача Сталина и Хрущева. В Мюстерах – дача Сталина и Горбачева. Кстати, в последнюю можно попасть на кораблики из Пицунды. Стоимость экскурсии – 1000 рублей. Ну а мы отправляемся в одну из пяти дач Сталина в Абхазии, в Гаграх. Спецобъект номер 18 под названием «Холодная речка». Находится на территории дома отдыха «Солнечная». За символическую плату мы проехали туда на машине. Свернули с трассы и указатель нас привел к музею Сталина. Называется «Холодная речка». Стоят автобусы, мы прижались к стеночке. Пойдемте посмотрим, что тут интересного. Говорят, эта дача была самой любимой из абхазских дач Иосифа Виссарионовича. Он посещал ее аж 20 раз. Вот как выглядит дача Сталина. Неплохое местечко, главное, очень колоритное. На берегу сосны. Видно, спилили для Иосифа Виссарионовича несколько деревьев, чтобы у него открывался вид с балкона идеальный. Ну, я думаю, что вот так вот все и было. Ну, кроме, конечно, телевизионных антенн, которые наверху. А так в остальном все именно так, как есть. Дачу разместили так, чтобы ее не было видно ни с одной стороны, и выкрасили в зеленый маскировочный цвет. Она имеет три этажа и балкон, но туристов пускают только на первый этаж – спальню, гостиную, ванну и столовую. Входной билет на дачу стоит 250 рублей. Есть экскурсия, но мы ее так и не дождались. Большой экскурсионный автобус только что уехал. На наш взгляд, интерьер дачи очень скромный, особенно по современным меркам. Однако каждая комната дачи полностью сделана из какого-либо дерева – ореха, сосны, березы. Здесь несколько спален, так как Сталин боялся за свою жизнь и каждый раз менял спальню. Главной особенностью этой дачи – шикарный вид на море. Рядом с дачей есть каменная лестница из 870 ступеней, которая вела от дачи к пляжу. Но Сталин никогда не купался, внизу его ждала машина, которая отвозила обратно на дачу. Погуляли, посмотрели основные достопримечательности Гагар, а теперь отправляемся дальше. Подписывайтесь на наш канал и продолжайте путешествовать с нами по Абхазии.